Мы с вами поговорили о привлечении новой аудитории, но очень важно не забывать о возврате и удержании активной аудитории, которая уже была в вашем сервисе. Почему это важно? Возвращать аудиторию дешевле, дешевле не только с точки зрения бюджетов, но и с точки зрения ресурсов. Такая аудитория уже знакома с вашим продуктом, она к нему может быть лояльна, она понимает, какие задачи он решит, какие проблемы, сколько времени он на него потратит и так далее. Соответственно, такая аудитория сильно лучше конвертируется в любые целевые действия, которые заложены в вашем продукте. Также надо не забывать, что все мы живем в очень активном потоке информации и пользователи могут просто забыть про ваш продукт. Не потому что он им не понравился или не подошел, а потому что они отвлеклись или видели рекламу другого продукта. Именно поэтому очень важно напоминать о себе, присылать уведомления, каким-то образом подсвечивать продукт на ту аудиторию, которая уже была у вас, потому что она уже к вам так или иначе лояльна. В этом уроке мы рассмотрим с вами несколько инструментов, которые вам доступны бесплатно на платформе VK MiniApps для того, чтобы возвращать пользователя обратно в продукт. Самый очевидный и понятный пункт – это уведомление. Я думаю, что многие знакомы с этим инструментом. Это инструмент, который напоминает пользователю о существовании вашего продукта, приходит ему на телефон и напоминает о том, что можно зайти и совершить какое-то целевое действие. Уведомления вы можете привязать к каким-либо триггерам. Например, пользователь довольно давно не заходил в ваше приложение – 3, 5, 7 дней. В вашей админке вы можете настроить отправку этих уведомлений на телефон пользователя. С учетом того, как давно он не заходил, какие целевые действия не совершал или, наоборот, совершал, и вы хотите его вернуть обратно в продукт. Помимо этого, вы можете использовать массовые рассылки на аудиторию, которая уже была в вашем приложении, чтобы рассказать им о какой-нибудь акции, о запуске новой фичи, обновлении или чем-то еще. Таким образом, с этим инструментом вы можете возвращать аудиторию, которая уже была в вашем продукте, знакома с ним, и просто напоминать им о своем существовании. Следующий отличный инструмент для возврата аудитории – это каунтеры. Что это такое? По сути, это счетчик каких-то обновлений, который прикрепляется к иконке вашего приложения и тем самым привлекает внимание то аудитории, которая уже была в сервисе. В каталоге есть отдельный блок, который называется «С обновлениями», и там собраны те приложения, в которых есть какие-то обновления для пользователя с соответствующим каунтером. Добавляя эту фичу к своему приложению, очень важно продумать прозрачный юзерфлоу, чтобы пользователю было понятно, какое обновление произошло в вашем приложении. Видя цифру с каким-то количеством обновлений и заходя в приложение, ему четко должно быть понятно, куда ему нажать, чтобы либо убрать этот каунтер, либо увидеть соответствующее обновление. Хорошим примером является настройка каунтера в нашем мини-приложении «ВК знакомства». Например, я вижу, что на каунтере рядом с этим приложением у меня обозначено, что произошло внутри 99 плюс каких-то обновлений. Заходя туда, я вижу помимо привычного интерфейса дополнительный тул-тип, который мне подсказывает, в каком конкретно блоке я увижу обновление. Заходя туда, я, соответственно, вижу количество лайков, которые получила, и могу ознакомиться с контентом. Именно такой прозрачный, понятный юзерфлоу поможет пользователю не триггериться с негативными эмоциями на этот каунтер, а понять, что он получил действительно что-то полезное. Ну и, конечно же, такой инструмент поможет вам возвращать ту аудиторию, которая уже была, и дальше с ней работать. Следующий инструмент, о котором нельзя не сказать, это сообщество. Сообщество помогает растить комьюнити лояльных пользователей вокруг вашего продукта. Привлекать аудиторию в сообщество вы можете совершенно разными способами. Привлекать внутри самого продукта, например, предлагать подписаться и получить какой-нибудь бонус внутри приложения. Вы можете запускать рекламу для привлечения новой аудитории и подписчиков в само сообщество. Ну и, конечно же, рассказывать о своем продукте друзьям, родственникам, родным и близким для того, чтобы привлекать внутрь продукта, внутрь сообщества, и таким образом растить инструмент сарафанного радио, который, как ни странно, даже в диджитале никто не отменял. Чем еще хорошо сообщество? Внутри этого комьюнити вы можете рассказывать более подробно про ваш продукт, про какие-то обновления, интересные фичи, акции и устраивать дополнительное взаимодействие с пользователями через конкурсы, внутри комментариев, внутри постов и так далее. Соответственно, эти посты вы также можете продвигать, рассказывать о них друзьям, публиковать своих сториз и на своей стене, тем самым расширяя аудиторию, которая знакомится с продуктом и вашим сообществом. Подробнее рассказывать о своем продукте важно для того, чтобы растить более плотное и лояльное комьюнити вокруг того продукта, который вы делаете на платформе ВК Миниапс. Но рассказывая о нем подробнее в сообществе и растив при этом аудиторию вокруг него, вы расширяете охват взаимодействия с аудиторией внутри ВКонтакте в целом. Ну и, конечно же, еще один инструмент, который очень рекомендую вам использовать. Важно упомянуть, что он доступен только на платформе Android, но тем не менее является отличным инструментом для возврата аудитории. Вы можете рекомендовать своим пользователям установить иконку вашего мини-приложения на рабочий стол своего смартфона. И вы можете возвращать пользователя не только за счет инструментов внутри ВКонтакте, но и с помощью смартфона пользователя, которого вы хотели бы вернуть в свой продукт. Все инструменты, про которые я рассказывала, доступны на платформе ВК Миниапс и довольно подробно описаны в документации. Ссылки на все разделы, о которых я говорила, будут в описании этого видео.